Уже четыре года в Москве реализуется государственная программа «Столичное образование», благодаря которой дети с особенностями развития могут обучаться в обычной школе со своими сверстниками. Добиться установки пандусов, кажется, удалось, но стали ли мы терпимее друг другу? Сегодня мы пригласили в студию людей, которые точно знают, как уживаются вместе гуманные идеи, нормативные документы и непростая российская действительность. Елена Вячеславовна Богородникова, исполнительный директор региональной общественной организации «Помощь детям с расстройствами аутистического спектра. Контакт». Ирина Юрьевна Левченко, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией инклюзивного образования Института специального образования и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета. Тамара Никифоровна Новикова, директор специальной коррекционной школы номер 1708 города Москвы, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат экономических наук, логопед высшей категории. Игорь Леонидович Шпицберг, руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир». Как вы относитесь к инклюзивному образованию? Теперь объясните, что это такое. Ну, честно говоря, не мой опыт, но нормально. Нет, это, конечно же, неправильно. Им нужен особенный уход. Что значит инклюзивное? Это тип, который у себя включено? Вы знаете, я к этому очень хорошо отношусь. Очень хорошо. Очень хорошо. Почему мы рассказываем? Мы учимся на клинических психологов, и поэтому мы это поддерживаем. Не сказал бы, что это будет здорово. Потому что мы еще не привыкли к этому. Надо подождать. Ну, я бы не против, например. Мое мнение закусит, что это у меня дочь инвалидится по слуху. В этом ничего страшного нет. Ребенок же не виноват, что он, там, какой-то у него болезнь или еще что-то. Мне кажется, что все дети одинаковые. Ограничивать человека по его физическим каким-то особенностям, недостаткам, это, наоборот, было бы со стороны общества неправильно. В принципе, у нас был такой опыт. Ее одноклассник учился в обычной школе. Дети сейчас, родители не объясняют своим детям, что этот ребенок, он такой же, просто немножко отличается, да? И ей пришлось перевезти своего ребенка в интернат для... То есть не пошла учеба там. Вообще-то нужно, потому что мы так долго, во всяком случае, в мою молодость, в мою юность и так далее, мы очень редко видели детей вот так вот просто на улицах. Вот. И мы думали, что у нас нет такой проблемы. А когда вот приезжаешь за границу и видишь, что даже на футбольных матчах люди с такими космическими колясками, и они сидят, они болеют, они... Это нужно, это нужно, чтобы народ видел, что у нас есть такая проблема, что это те же люди, они совсем не тупые, не глупые, а они, то есть, способные люди, и даже бывают очень одаренные люди. Ну и что? Что в этом такого? У человека плохое зрение, ноги плохо ходят. Что он, разве не может себя, вот, допустим, в какой-то науке повести себя так-то-так-то? Я считаю то, что это совершенно нормально, это нужно поддерживать. У детей, как бы, отношения на своем уровне, и они друг к другу относятся спокойно, даже не замечая, там, ребенок, проблемный ребенок или больной ребенок, они совершенно нормально относятся. Собственно, толерантная вообще, как она, то есть? Нет. А почему так случилось? Ну, какая-то агрессия подростковая, видимо. Не особо. А почему так случилось? Ну, потому что они не считают то, что если человек инвалид, то он полноценный. Вот и все. У них какая-то неприязнь идет. Не очень сдержанно, потому что такими детьми часто издеваются. У нас не совсем толерантное общество. А что-то меняется в последнее время, по вашим ощущениям? К сожалению, нет. Лет пять назад начали проявляться вот эти вот моменты по телевизору, ну и так на слуху. Сейчас в обществе стали к этому относиться более лояльно. И видят, и, в общем, нет никаких усмешек даже у детей, которые, может быть, не очень так все хорошо понимают. Заметно, что появилась как бы толерантность. Это заметно. Друзья, уважаемые гости. Это радует. Как вам сюжет? Это радует. Гораздо больше отзывов позитивно. Безусловно, надо именно пропагандой заниматься. То есть вопрос весь в чем. Мы должны формировать общество, если мы хотим, чтобы Россия была перспектива великой страны. Мы должны формировать общество, где ценность каждого гражданина Российской Федерации воспринимается как абсолютная. Человек, который живет достойно. То есть почему он плохо, если он сидит на инвалидной коляске, например, в силу каких-то причин, или у него нет возможности слышать без специального устройства. Но почему по этим признакам он должен как-то выделяться и как-то отделяться? При этом очень важный же момент. Люди говорят о том, что из гуманных соображений их надо отделять. То есть вот мы поместили, рассказывает человек, ребенка, в обычную среду. Его обидели. И его обидели настолько сильно, что пришлось забрать. Это говорит о чем? Это говорит о том, что среда действительно не вполне готова. И нам надо серьезные усилия к этому прикладывать. И они уже прикладываются на самом деле. Просто нужно некоторое время, нужна последовательность, и нужна очень такая, знаете, массированная работа. То есть я вообще предлагаю, вот с площадкой общественной палаты, например, я предлагал вообще, вот есть же в стране, знаете, там, стратегия здорового образа жизни. Или как там это, госпрограмма. Я ее часто предлагаю как стратегию того, как быть красивыми людьми, что в принципе неправильно. Я согласен с этим. Понимаете, это вот такой тонкий момент. И он, я сама просто, ну, как вот работая с молодежью, вот это вот замечаю, что вот эти вот новые идеи, весить 50 килограмм, да, так сказать, мыть голову лучшим шампунем и прочее, оно делает нетолерантным по отношению к тем, кто так не выглядит. Я считаю, что надо понятие красоты расширить. Да. То есть надо не говорить, что давайте там… Идеал, 90, да. Красивые тоже люди, да? А как бы, а что такое красивый человек? Это же очень даже… Разнообразие, да? Разнообразие, красота как разнообразие. Самые же разные формы бывают. Коллеги, я за поступательное продвижение инклюзивного образования. Это точно. Но у нас очень часто вот мы забываем о том, что есть такие дети, которым нужно специальное коррекционное образование. Конечно, безусловно. И на сегодняшний день у нас инклюзивное образование развивается медленнее, чем закрывается коррекционная система. Вы знаете, что в Москве было 75 коррекционных школ. На сегодняшний день их осталось 15. Это не значит, что у нас сократилось количество детей, которые нуждаются в таких специальных условиях. Это значит, что мы немножко увлеклись инклюзивным образованием, забывая, что в большое общество, в широкий социум целый ряд детей могут прийти только лишь потому, что они будут обучаться специальным методом, специальными приемами. Я хотела бы еще сказать, что вот такое толерантное отношение не только, правильно вы говорите, не только нужно со стороны широкого общества к таким детям, но ведь и у таких детей его нужно формировать и формировать в коррекционной системе очень активно. Потому что недаром же говорят о том, что коррекционная школа – это сегрегация на сегодняшний день. И там в тех учреждениях, в которых не занимаются широкими связями с широкой общественностью, дети действительно не совсем готовы к выходу в широкий социум. Я думаю, что в связи с той ситуацией, которая складывается непосредственно в Москве, а Москва – это наш ориентир в системе образования в частности, по данным Госкомстата это у нас 33 тысячи инвалидов, а по данным Роскомстата у нас 59 тысяч инвалидов. Вот такая большая цифра расходится. И часть детей, конечно, может пойти в инклюзивные школы, но есть целая большая такая когорта детей, которые нуждаются в специальном коррекционном. И не нужно о нем забывать об этом образовании. К сожалению, на сегодняшний день существует целый ряд проблем у коррекционного образования. Прежде всего, это проблемы подушевого финансирования. Если проблема подушевого финансирования коррекционных учреждений не будет решена, мы с вами в ближайшем обозренном будущем останемся только с инклюзивным образованием. А вот программа «Столичное образование» каким-то образом влияет на тот вопрос, который вы сейчас поднимаете? Вы знаете, подушевое финансирование отдано на откуп субъектам федерации самостоятельно, и в Москве оно не отличается от финансирования в других субъектах. Хотя мне кажется, что Москва могла бы послужить примером в этом отношении. В частности, ведь коэффициент 2 или коэффициент 3 для детей с церебральными параличами проблему создания специальных условий в коррекционных учреждениях не решает. Ни в коем случае невозможно обеспечить. Чем сложнее дефект, чем сложнее ребенок, тем более нужны ему специальные условия, чтобы подготовить его к нормальной жизни. А значит, это должен быть какой-то особый коэффициент. Если эта проблема не решится, на сегодняшний день целый ряд школ и учреждений серьезно недофинансируются при соблюдении целого ряда коэффициентов. Дело в том, что коэффициенты имеют только статусные инвалиды. Но не каждый ребенок с ограниченными возможностями, не каждый ребенок, который нуждается в специально... Большинство детей с ограниченными возможностями не являются инвалидами. Дети с легкой умственной отсталостью не являются инвалидами. А это цена армия. Аутисты, да, насколько я знаю, тоже не являются инвалидами. Нет, аутисты в основном. У кого-то оформленная инвалидность, у кого-то нет. Мы берем ребенка в систему образования и воспитания для того, чтобы как-то сделать активными гражданами его родителей, да, с активной позиции, чтобы мама пошла на работу, да. Потому что не секрет, что большинство семей, как правило, там один добытчик, один человек работает, а второй возле этого ребенка. Мы вроде как бы освобождаем родителей. Идите, работайте спокойно, приносите пользу государству и своей семье. И в то же время мы говорим, что мы тьютера обеспечить вам не можем. Что получается? Формально освободив, мы тут же усаживаем маму в качестве тьютера в этот же класс. Поэтому коэффициент должен быть у всех детей, которые посещают коррекционную школу. У нас есть определенный опыт работы. И в частности у нас был очень хороший в этом году такой случай. Просто великолепные дети с аутистическим спектром расстройства. 1 сентября трое мальчиков к нам пришли. На сегодняшний день они студенты. Понимаете, они студенты РГГУ. Было очень приятно смотреть на эти дети. Минуру. Да, они, я абсолютно с вами согласна, они особенные. Нам, специалистам, это видно. Ну, обыватели могут сказать, что просто как-то отличаются чем-то эти дети. Но у них есть позиции определенные, у них есть будущее. Понимаете, у них есть профессия. И поэтому эти дети, в которых мы сегодня, мы сегодня, если вложим в них, мы просчитали миллион, когда они станут активными, трудящимися, за период своей трудовой деятельности, мы вы считали, они принесут государству 9 миллионов рублей. Вы знаете, сейчас прикладываются огромные усилия для того, чтобы была наконец-то запущена стратегия ранней помощи. Это на государственном уровне. Я вхожу в рабочую группу по ранней помощи, применю право защиты. И в, по-моему, 13-м году, что я уже сейчас не очень даже помню, у меня возникла, значит, необходимость на совете в правительстве Российской Федерации, на совете в общественную социальную сферу, которую возглавляет Ольга Юрьевна Голодец, мне надо было сделать доклад о необходимости ранней помощи для детей с аутизмом. И подбирая материалы для этого доклада, я очень хорошо посмотрел, что там в мире в свое время являлось неким стимулом к тому, чтобы в странах запускались вот эти системы, в том числе ранней помощи. И как раз нашел очень похожие данные, но они есть, кстати, в резолюции Всемирной организации здравоохранения 2013 года по аутизму, у них специальный доклад есть. Так вот, данные очень простые. Они просто высчитали, что если в ребенка, в человека с аутизмом не вкладывать с раннего детства, то есть не пытаться ему, ну, как бы дать ему максимум возможности, чтобы он вышел, а по международным данным все-таки те, которые в мире озвучивают, что от 40 до 60% людей, имеющих расстройство аутизмического спектра, могут выйти в высокофункциональное состояние. Кто-то из них будет совсем, как все остальные, а кто-то будет сохранять какие-то черты, но тем не менее будет социально адаптирован. Так вот, соответственно, оказалось, что если в раннем возрасте, условно говоря, этих денег не тратить, то есть не создавать систему поддержки, то такой человек остается, к сожалению, тяжелым ментальным инвалидом на протяжении всей жизни, и государство тратит, вот по данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе где-то 2,4 миллиона долларов на человека в жизни, за время жизни, а в Америке 3,2 миллиона долларов, а если в раннем детстве совершать все необходимые действия по раннему выявлению, по раннему началу коррекционной работы, затем по созданию условий образовательных на всех необходимых уровнях, то множество таких детей к какому-то моменту уже перестают нуждаться в государственной дотации, более того, действительность людей, ну в данном случае я фокусируюсь на одной особенности развития, на расстройстве аутистического спектра, множество людей с этой особенностью развития становятся высококлассными учеными, программистами, то есть они двигают науку, они приносят огромную пользу той стране, которой они живут. И в этом смысле это действительно резон, и я это тоже представлял, как раз эти данные на совещании Ольги Юрьевны, и мне кажется, нам важно помнить сейчас о том, что если Россия хочет, а мы безусловно этого хотим, это позиционируется, очень грамотно демографически действовать, что мы должны каждого, как бы ресурс страны, это люди, которые в ней живут, мы должны понимать, что огромное количество людей, которые могут приносить пользу стране, они выпадают из этой возможности, и как вы совершенно правильно сказали, это тоже, кстати, в докладе Всемирной организации здравоохранения указано, мы теряем не только этого ребенка, но мы теряем и его семью, потому что мама очень часто выпадает, это есть даже в докладе Всемирной организации здравоохранения, то есть если в раннем детстве ребенок не получает этой поддержки, то страна теряет двух работоспособных людей. Если вы позволите, я хотела бы сказать из нашего личного опыта, мы были в госпрограмме ранней помощи, первая группа у нас была создана в 2004 году, они финансировались государством, и этих деток, эти 24 человека, мы отслеживаем до сих пор, хотя в принципе финансирование ранней помощи уже прекращено два года. Так вот из этой группы полностью встроенной в общество абсолютно самостоятельно существует 80% детей. Если речь идет о подготовке детей к инклюзии, к школьной, то целесообразно было бы вообще выстроить систему раннее выявление с первых месяцев жизни, причем речь не только об аутизме, естественно, идет, да, те же нарушения слуха, а самое главное – перинатальная патология. Вот та огромная группа, где потом дети с задержкой психического развития, дети с системными нарушениями речи и так далее. Ранняя помощь до трех лет. Вот после того, как дети пройдут раннюю помощь, существенная часть детей может в массовые детские сады выходить уже без сопровождения. Дальше. Те, которые не могут выйти в массовые детские сады, нуждаются в коррекционной помощи. Это еще дети, которые прошли раннюю помощь и прошли детский сад, это подавляющее большинство сможет пойти в инклюзию. И только наиболее тяжелые должны пойти в специальные школы. Но при том, что два года уже не финансируется эксперимент по ранней помощи, и хотя сейчас очень активно идет, вот я тоже участвую в разработке документов от образования по ранней помощи, активно идет разработка этих документов, но когда они будут приняты, все-таки остается неясным, а тем более, когда выстроится система, инклюзивное образование, дошкольное у нас становится инклюзивным образованием, количество групп сокращается, особенно групп для детей с сырчевыми нарушениями, для детей с задержкой психического развития. То есть именно те дети, которые выходили реально в массовую школу всегда, то количество детей, готовых к инклюзии, становится все меньше к началу школьного обучения и будет становиться еще меньше. С этой точки зрения здесь как бы не совсем правильная позиция. Если мы хотим, чтобы больше детей шли в массовые школы, надо разворачивать систему ранней помощи, надо дошкольное образование делать в том числе и коррекционным для нуждающихся детей и готовить уже детей к тому, чтобы они пошли в массовые школы. А кроме того, как совершенно восправедливо сказали, это европейский опыт, но у нас тоже здесь есть. Ведь сколько у нас было такие комплексы, детский сад, начальная школа, и как много детей, пройдя специальный детский сад и начальную школу, потом с пятого класса, прекрасно учились в массовых школах и продолжают сейчас учиться. И вот очень жалко, если сейчас вот в этой новой концепции инклюзии вот этот вот позитивный опыт потеряется, его-то как раз удержать весь надо. Можно я добавлю? Я хотела бы сказать, что у нас принято противопоставлять инклюзию, коррекцию. Это почему-то тренд такой вот с чего-то. Вместо того, чтобы научиться взаимодействовать, сотрудничать, передавать детей туда-сюда, обратно. Это условия, они могут быть нужны ребенку и в коррекции, и в инклюзии. Везде. Независимо от места его обучения, они могут быть ему нужны везде. Поэтому коэффициент, если уж у нас это будет подушевое финансирование, это наша данность, то и коэффициент нужен ребенку в зависимости от того, не где он обучается, а какие условия ему нужны. И затратная часть – это что? Это специалисты. Это люди, которые работают с этими детьми. Индивидуальные, и ослабление индивидуальных часов работы. Конечно. Слушая вас, могу сказать, вот я не специалист в вашей области, хотя человек так или иначе причастный к теме, которую мы обсуждаем. Я хочу сказать, что удивительно, вот я сейчас слышу и понимаю, что наработано колоссальное количество материалов, методик, понимания того, как это все должно происходить. И мне кажется, одна из важнейших задач – это чтобы все-таки государство услышало все, что вы сейчас говорите. Вот мне так почему-то кажется. В прошлом году заместитель министра образования Вениамин Каганов заявил, что к 2016 году количество инклюзивных школ должно возрасти до 10 тысяч, и в столице не останется ни одного района, где бы не было образовательных учреждений, позволяющих закрыть потребности недалеко от места проживания ребенка. Вот что с этим на сегодняшний день? Как раз это тренд, так сказать, государственной власти, то, о чем мы сейчас с вами сказали. Мы, с другой стороны, с вами здесь немножечко о других вещах говорим. Вот как тут совместить одно с другим? Важный момент. Я абсолютно убежден в том, что мы ничего не добьемся, если мы не будем действовать совместно. Наша задача – не побороть кого-то. Вот, если там вы сказали, тренд государственной власти. У нас нет, у нас это у кого, у некоммерческих организаций, у родительских ассоциаций, нет ни малейшего желания там побороть кого-то. Есть единственная цель, такая же, как у государственных структур, обеспечить каждого ребенка с особенностями развития необходимой формой образовательных условий. То есть, чтобы она была создана, желательно по месту жительства, чтобы ребенок не ездил через весь город, или вот там, как наш центр ездит, там вообще из других городов, или там из Подмосковья дальнего. А где-то рядом с домом у нас те же самые цели. Достичь этого можно только путем консолидации опыта, консолидации усилий. Всего заинтересованных сторон, да. Я абсолютно согласен, Тамара Никифоровна, что необходимо, безусловно, адекватное финансирование. И та финансовая модель, даже не просто денег дать, а модель должна быть разработана такая, чтобы она была достаточно универсальной. Это, кстати, сложно, конечно. Самое большое зло в Российской Федерации – это желание сразу отчитаться о выполненной работе. Это просто катастрофа. Инклюзивное образование в Канаде считается одной из лучших форм, одной из лучших моделей. Они разные, они везде отличаются. Тут не вопрос выбрать, где лучше. Но одна из в мире признанных лучшей. Она создавалась 15 лет. 15 лет. У нас как только приняли закон о инклюзивном образовании, что-то через год уже я начал слышать, что оно уже внедрено, что все, оно уже есть. Оно везде есть. Определить адекватные сроки введения того и образовательной системы, которая удовлетворит потребности любого ребенка с особыми образовательными потребностями. Это первое. Второе. Необходимо создавать рабочие группы, в которых действительно консолидировался бы весь опыт. И то, что сейчас создано все-таки при Департаменте образования города Москвы, удалось добиться того, что… И большое спасибо Департаменту образования города Москвы, что была создана рабочая группа по инклюзивному образованию, и туда входят и представители некоммерческих организаций, родительских ассоциаций, и собственные педагоги, и чиновники. Еще идти, конечно, от уникальных случаев, потому что каждое вот такое учреждение, как у Тамары Никифоровны, это же абсолютно исключительный опыт. И такие опыты есть еще. Есть, конечно. Их нельзя потерять, их нельзя как-то в этой общей массе, чтобы они растворились. Какие-то уже растворились. Ну, к сожалению, да. Какие-то уже растворились. И надо понимать, что тоже, понимаете, вот у меня есть все-таки, слава богу, большой опыт взаимодействия с зарубежными организациями. Опять же, наш «Солнечный мир» сейчас, то есть некоммерческая организация, но, правда, с 25-летней историей, принимает участие в создании всеевропейской стратегии по аутизму. То есть нас тоже туда к этой работе привлекли. В России огромное количество умнейших людей, ценнейшего опыта, штучного совершенно вот такого вот, его очень важно не потерять. Нам удалось объяснить, что в каждой школе сосредоточить все ресурсы. Пришел туда ребенок с нарушениями зрения, с нарушениями слуха. Один аутист, один ДЦП, один синдром Дауна и еще. И у них у всех разные должны быть условия. Как им на эти денежки, которые за ними пришли каждому штучному, создать те условия, которые нужны, опять же, каждому? Это очень сложно, почти невозможно. Коррекционные школы, соответственно, у нас позакрывались. Мест, куда ребенок может пойти учиться, все меньше, меньше, меньше и меньше. Значит, они решили сосредоточить, сделать ставку на инклюзивные школы, но при этом они будут так называемые ресурсные. Значит, их создали на базе межрайонных советов-директоров, которые у нас сейчас сменили, управление окружное образование. И попытка есть сделать в каждом вот таком межрайонном совете, по-моему, их там 37, если ничего не путаю. Соответственно, вот такую вот школу, в которую будут вливаться средства и в которые будут создаваться такие условия. Насколько эта попытка окажется успешной, я, конечно, не знаю, потому что это только время покажет. Но, по крайней мере, это выход какой-то промежуточный. То, о чем вы говорите, это все-таки, это получается уже инклюзия на уровне департамента образования. Это то, как они это понимают, да. Такой интересный опыт есть уже. Это западная наша Европа, это Дания, Голландия, Бельгия, то есть все там скандинавы. У них вот такая же история. Кончилось это тем, что вот на базе этих ресурсных центров со временем возникли что? Коррекционные школы. Коррекционные школы. Совершенно верно. Вот и все. Этот опыт уже есть. Начинали они с этого, а закончили тем, что у них теперь это коррекционные. Это опыт описан. Во-первых, очень опасной является такая тенденция. Вот о чем мы говорили. Должны все отчитаться. Легко, быстро набирают детей. Лучше с коэффициентом 3. То есть это опорник. А потом оказывается, что школа работать с ним не может. И ребенка выводят на надобное обучение. И случаев, когда вроде бы там инклюзия, но на самом деле эти дети на надобном обучении, таких случаев невероятное количество. И вот среди того, что у нас вот сейчас так много инклюзированных, на самом деле, да, они в массовой школе, но они дома. Но если бы такой ребенок ходил в специальную школу, это было бы в тысячу раз лучше, чем если он находится дома. Потому что на самом деле почему-то все забывают об одной вещи, что как только ребенок опорник, либо ребенок с тяжелой речевой патологией оказываются на надобном обучении, они тут же начинают терять в двигательном развитии, речи двигательной зарплаты и так далее. И поэтому на самом деле, ну вот по закону ведь у нас вывод на надобное обучение – это прерогатива врача. То есть вот пришел ребенок-инвалид в массовую школу, оказалось, что трудно, родителям говорят, вы знаете, давайте вот на дом возьмите справочку от врача, будет все очень хорошо, будем к вам приходить и так далее. Никто из специалистов, вот та самая ПМПК, которая определяет специальные условия, они здесь не участвуют, так, законодательная база такая, да. И поэтому на самом деле, может ребенок действительно оставаться в инклюзии, только может быть надо какие-то советы дать педагогам школы, либо им улучшивать в специальную школу, это не решает никто по-настоящему. Это очень часто, очень сильно бьет по детям, очень-очень ухудшая их положение. Но с другой стороны, позволяет учреждениям отчитываться о том, что у них хорошо идут инклюзивные процессы. И вот этому надо было бы положить конец. Почему бы не создать какую-то такую систему, условно говоря, оценки, которая не только по баллам бы оценивала, а чтобы были такие, ну знаете, как вот сейчас есть комиссии, которые оценивают реальную доступность объекта. То есть не чиновники там просто галочки ставят, что там принято и все, а есть люди прямо на колясках едут и смотрят, там доступно, недоступно. Мне кажется, коллеги, но прежде чем мы будем с вами... Понимаете, для того, чтобы что-то отследить и что-то оценить, должен быть пройден определенный период. Прежде чем мы это оценим. И в этот период идти, ребенок может потеряться. И вся результативность... И уже многие потерялись. Ну это факт. Поэтому, понимаете, на сегодняшний день нужно идти, исходя из того, что мы точно знаем, что ребенок, обладающий вот такой симптоматикой, симптомокомплексом, но он не может учиться в массовой школе, потому что мы знаем, какой результат будет. Вопрос. Вы знаете, мне кажется, я со мной согласен, с другой все равно согласен. Но вопрос такой. Его надо не просто, ну как сказать, не направить в массовую школу, а его надо направить туда, где для него будет наилучшим образом. И часто убедить родителей еще, потому что у нас, к сожалению, родители далеко не всегда понимают вот эти вот вещи. Знаете, если это будут оценивать сами родители или некомпетентные, может просто массовые специалисты, некомпетентные в какой-то патологии, в результате ребенок потеряет время для приобретения социального опыта. И тогда мы никогда не догонимся. У нас отходить, например, в коррекционный детский садик, в коррекционный или в коррекционную школу, потому что образование ему лучше получать в коррекционной школе. Более качественное для него будет. А социализация реализуется совершенно в других местах. Это и дополнительное образование, если нашу систему... Это японская модель, да, существует. Да, да, да. Интересная японская модель. На самом деле мы должны создавать общество, которое принимает таких детей. В этом задача. И здесь же разделять отдельное образование, отдельную всю остальную жизнь. Вот в вашем разговоре, в вашей дискуссии я сейчас несколько раз уловила уже высказывания, касающиеся наличия нужных специалистов как в инклюзивной школе, так и в специальной коррекционной школе. И в этом смысле у меня вот такой вопрос. Не так давно появилась, ну, мне кажется, что не так давно такая профессия, как тьютер. Вот что это, с чем это едят, и готовы ли сегодня, скажем, те же педагогические вузы готовить таких специалистов, нужны ли они там в коррекционной, в инклюзивной школе. Вот несколько слов об этом. Будьте добры. Там же вопрос именно функциональный. Вот тоже надо, понимаете, никогда нельзя мерить только исключительно словом. У нас в России понимания этого слова вообще нет как такового. Я не знаю, есть ли разработанный стандарт, по-моему, сейчас разработаны. А я сейчас скажу, я точно знаю. Вот смотрите, вот я сейчас до того, как точно скажу, как есть. Да, я точно знаю. Просто из опыта, да, вот смотрите. В начале 90-х, когда в нашем солнечном мире стали подрастать, ну, как, у нас реабилитационный центр, но мы же, в конечном счете, наша задача всегда являлась, чтобы ребенок был максимально функционален. И кое-кто из них, из этих детей, там, в начале 90-х начал дорастать и по возрасту, и по состоянию до уровня, когда его вот-вот уже можно было бы, казалось бы, в школу взять. И дальше, мы не знали модного нынче слова «тьютор», у нас было русское народное слово «адаптер». Ещё лучше. Да, да. Русское народное слово. Я думаю, немножко другое. Вот термин «адаптер». Вот я беру, например, среднестатистическая ситуация, когда ребенок с расстройством аутистического спектра, имеющий достаточный уровень развития интеллектуальных, эмоционально-волевых, да, там, каких-то способностей, позволяющие ему учиться там в том же самом первом классе, но поведенческие проблемы не дают ему такой возможности, если рядом нет человека, который чуть-чуть будет его как-то вот выравнивать, адаптировать, встраивать в ситуацию. И у нас этот пример, он всегда возникал на уровне, вот я всегда его привожу, когда где-нибудь выступаю, это вот, знаете, вот вы приехали в какую-нибудь страну, вам надо телефон зарядить, а то вас мучает фейсбукозависимость, вам надо срочно туда посмотреть, а телефон сел. Вы кидаетесь к розетке, вот у вас вилка в руках такая, а там вот такая вилка. И до электричества вот такое расстояние, но вы не можете его пройти, потому что просто вилка другая. Так вот функция тьютера во многих зарубежных странах, она все-таки изначально воспринимается, это переходник, это человек, который позволяет вот эту вот инклюзивную ситуацию создать, адаптировать ребенка. То есть очень простые ситуации, когда, не знаю, ну ладно, не буду же там примеру приводить, так вот это один только вариант использования тьютера. Есть другие ситуации, есть, например, дети вот в этих вот коррекционных классах, которые интегрированы в обычные школы, например, те же самые ресурсные классы, там человек, который называется тоже тьютер, насколько я знаю, он, по сути, индивидуальный педагог, это уже другая ситуация, когда шесть детей и шесть вот этих тьютеров, которые определенным образом организуют процесс, занимаются с ребенком, и в нужный момент там они собирают их вместе, в нужный отдельно, но это получается слово то же самое, а функционал совершенно другой. Как же их готовить? Я как раз могу сказать несколько слов, потому что все вот это замечательно, слово очень модное, до тех пор, пока дело не доходит до сути, до возможности получить тьютера и работать с тьютером. А ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, вот как раз про тьютера я знаю реально все. Дело в том, что в законе об образовании Российской Федерации понятия тьютер нет, в законе об образовании есть понятие ассистент в скобках помощника, и совершенно четко прописано, что это человек, который исполняет техническую помощь, то есть возит коляску, ну там ребенка с нарушением поведения будет сопровождать, где-то там аутичного ребенка за руку проведет по помещению, если он сам дорогу не находит до столовой или до туалета, все. Но когда создавались стандарты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то в стандартах как раз понятие тьютер прошло. И стандарты сейчас подписаны, поэтому можно считать, что на законодательном уровне понятие тьютер появилось. Но в стандарте понятие тьютер торгуется совершенно однозначно. Это специалист, владеющий навыками, так сказать, специальными методиками, которые оказывают именно педагогическое сопровождение. То есть, строго говоря, это, ну вот, допустим, там, сурдопедагог, который сопровождает глухого ребенка в условиях инклюзии в массовой школе. Примерно вот так звучит. Но такого человека никто не готовит как тьютера. И оказалось, что профессионального стандарта подготовки тьютера у нас для нее не существует. Некоторое время назад был объявлен конкурс. И конкурс этот выиграл у нас институт проблем детства, вот который Татьяна Владимировна Балсавец возглавляет. И совершенно случайно, ну вот так вот получилось, что я была на одном мероприятии, и попала, придя, пришла рано, и попала на момент, когда группа отчитывалась о том, как они готовят вот этот профессиональный стандарт. И там, к своему удивлению, я узнала, что там дается совершенно третье. Так, не пугайся меня. Я сама заинтересовалась. И я очень много вопросов там задала, и, в общем, может быть, даже как-то это заставило, может быть, задуматься над тем, что может не пройти потом экспертизу, может быть, что-то изменится. Потому что как бы техническое задание предполагало, что тьютер, вот в рамках этого, это замена социального педагога. То есть человек, который осуществляет социальное сопровождение. Я на самом деле так и думаю. Некто вроде пионер-важатого в условиях... Пионер-важатый для детей с ограниченной возможностями здоровья. Индивидуальный пионер-важатый, хотя нет. Групповой пионер? Групповой, да. Вот. На сегодняшний день, как готовить тьютера, никто не знает, потому что нет перечня компетенций, которыми он должен обладать. Это будет только после того, как будет стандарт. И более того, само понимание, их как минимум три существуют, этих понимания. Опять же, тьютер же не каждому ребёнку в инклюзии нужен. Да, я вот как раз хотела... Тьютер нужен только определённой группе детей для решения определённых задач. Да, для определённых задач. И это всё-таки дети с тяжёлыми множественными нарушениями. Там тьютер не в инклюзии будет нужен, а нужен будет в специальной школе, куда эти дети будут интегрированы. И в специальной школе это для детей с поведенческими нарушениями, для детей с расстройствами мутистического спектра. Представляете, как будет выглядеть стандарт подготовки такого тема? Ирина Ивановна, мы обсуждали эту тему внутри своего коллектива, и вы знаете, мы пришли к такому выводу. Вот у нас есть, предположим, учитель олигофренный педагог с дополнительной специализацией психолог. Вот если в этом разрезе посмотреть на это мероприятие, например, там логопед или там сурдопедагог с дополнительной, ему дать специальную компетенцию. Ну вот мы-то когда, когда мы, я уже участвовала в разработке стандарта, вот когда над стандартом работали, то закладывали как раз именно такое понимание, что вот человек владеет сурдопедагогикой, кроме того, он тьютер, то есть сурдопедагог, сопровождающий ребенка в инклюзивном образовании, то есть он имеет дополнительные компетенции и так далее, тифло и так далее. Но в результате вот то техническое задание, которое сейчас исполняется, оно и близко никакого отношения к этому не имеет. Вот мы в своем коррекционном учреждении это видим, потому что если с таким ребенком работает некомпетентный специалист, этот ребенок в результате не может ничего делать, потому что за него делают все, его подменяют во всем. Вот на самом деле сейчас, кто сейчас ассистент-помощник? Вот тот самый ассистент-помощник. Ассистент-помощник сейчас это бабушка, тетя, мама и няня. Хуже всего няня, потому что няня четко исполняет то, что сказала мама. И няне, они меньше всего поддаются какой-то коррекции. Вот у меня в практике есть няня, которая сопровождает ребенка. Плохо поддаются коррекции. Я много раз ее учила, чтобы она не водила его сзади подмышки. Много раз учила, что он никогда так не пойдет, только впереди, за руки и так далее. Ну, что, говорит, хозяйка сказала так. Все, хозяйку приглашала. А можно тогда я по поводу практики? Вот эта ситуация, на самом деле, она происходит из-за того, что совершенно действительно выпали из правового поля. Вам эта няня, образовательному учреждению, никем не приходится. Конечно, мы не можем не ответить. И это недопустимая ситуация, потому что здесь все, да, мнение мамы очень важно. Она деньги платит. Все. Дело не в том, даже здесь кто платит деньги, а кто за что отвечает. Мама не переспоришь. Ну, секундочку. С мамой точно так же нужно, секундочку. Значит, родители – это точно такие же участники всей этой истории, как педагоги, директора, чиновники. Они здесь играют едва ли не главную роль, потому что ребенок проводит все-таки большую часть своей жизни с родителем. И если с родителем не договориться, то вместо взаимодействия получится война. И эта война не нужна ни детям, ни взрослым, ни педагогам, ни директору образовательного учреждения. Нужно договариваться. У нас нет культуры вот этой вот. Опять, толерантность. Переходим, да? Друг к другу толерантность, и даже те, кто в одном поле. Кто определяет стратегии. Значит, практика. Вот мой ребенок учится в коррекционном учреждении. Он учится в школе на улице Архитектора Власова, в филиале центра, который известен всем, как Кашонкину. Это, к сожалению, только начальная школа. И, значит, к сожалению, финансирование нашей школы сейчас сокращено в 13 с половиной раз. То есть мы там просто выживаем из самых последних сил. Это чудовищная ситуация. Это вот подушевое финансирование как раз к этому привело. У нас сокращено там огромное количество педагогов. Но школа кое-как пока еще там на энтузиазме последних специалистов продолжает держаться. В частности, естественно, на имеющиеся деньги мы тех тьютеров, которые детям с нарушениями... А у нас, извините, 200 человек аутистов. То есть как вообще без тьютеров можно представить себе образовательный процесс? То есть один педагог в классе с 10 детьми разной степени тяжести нарушений, да, но он просто с ними физически никак не может справиться. То есть регулярно возникает ситуация, когда, например, один ребенок взял и убежал. Педагогу надо что делать? Убежать. Что, бросить 9 вот этих, таких же, и побежать за одним? А эти куда денутся тогда, да? То есть эта ситуация просто недопустимая. То есть должно быть 2 взрослых на класс в любом случае. Как вы вот этого человека не назовите? Это еще как минимум. Учители 2... То есть 2, и это просто минимальное вообще. Сейчас та самая ситуация в Российской Федерации, хорошая ситуация, никак не странно, когда можно... Аккумулировать, да? ...некий вакуум. Вы знаете, как получается? Ну, во всем мире, как вот эти аутистические, например, движения, как люди получали помощь? Ведь есть же страны, где, не знаю, уже 50-60 лет этим занимаются очень плотно. Всегда была родительская инициатива, потом создавались профессиональные родительские НКО, которые оказывали реабилитационную помощь, и в том числе в системе образования как-то помогали. И потом в какой-то момент государство начинало что-то цельное создавать. У нас сейчас как раз тот самый момент. Да, действительно, у нас очень странная ситуация с финансированием происходит, и тут вообще как бы все про это говорят, абсолютно все. И в этом есть проблема. Но, тем не менее, в этот же момент открылась возможность что-то брать, какой-то опыт аккумулировать. Потому что я очень хорошо помню, как, там, я не знаю, наш центр успешно, эффективно, уже много-много лет, там, 25 лет работаем. Нас стали, ну, как сказать, к нам ездили диким способом учиться, со всей страны уже лет 15, я не знаю, 20, а последние 10 лет все больше и больше государство напрямую обращается. И что касается, опять же, вот тех же самых тьютеров, у нас в центре система подготовки тьютеров работает лет 10. Но она работает как? Она работает от потребности. Вот точно так же, как мы создавали уже давно, уже лет 10, как специализированные группки по подготовке к нулевке, то есть не нулевке, а к нулевке, потому что ребенка с аутизмом надо подготовить, чтобы он мог и в нулевке усидеть, удержаться. Вот точно так же к нам приходили те же самые мамы, мы приводили этих нянь с сложностями коррекции. И вы из них делали тьютеров? И они приходили и говорили, слушайте, вот у меня есть няня, я договорилась с директором, ее пустят в качестве тьютера, но что-то мне подсказывает, что она, наверное, не очень умеет. И мы создали, по сути, систему подготовки. То есть у нас тьютеры обучаются, 10 лет уже реально обучаются. Но системы как таковой нет, понимание, кто такой тьютер, а это явно 3-4 позиции будет. Вот слово, возможно, одно, и можно по-разному это назвать, но функционал совершенно разный. И в некоторых случаях это должен быть высококлассный специалист, а в некоторых случаях это не должен быть специалист по одной простой причине. Потому что, например, кто в мире тьютеры, если посмотреть, там очень часто тьютеры – это студенты педуниверситетов, например. То есть это люди, которые не зазорно с огромным высшим образованием, сидеть просто с одним ребенком, вот все уроки рядом. Это, я не знаю, я в свое время выступал с инициативой, чтобы, например, сделали такую вещь, что студенты педучилищ, им ставилось такое условие, что после окончания педучилища вы на один год идете тьютером, а потом вы получаете какую-то невероятную поблажку при поступлении в университет, к примеру. Ну, как вариант. У него опыт и то и все. Ну, то есть, короче, много чего. И каждого по-разному надо обучать. Как Елена Вячеславовна говорила выше, нам надо договориться. У нее хорошая такая миротворческая фраза прозвучала. Друзья, вот еще один мне хотелось бы вопрос, поскольку мы уже завершаем нашу передачу, еще один вопрос буквально обсудить. Вопрос, но я бы его так полуфилософски задала. А есть ли жизнь после школы для детей с ограниченными возможностями здоровья? Потому что вот, готовясь к передаче, тоже позволила себе ознакомиться с опытом, скажем, зарубежным. И вот прочитала такую, допустим, вещь, что в Европе есть, скажем, такая модель, когда по окончании школы, ну, уже не ребенка, но будем считать, что ребенка оставляют в пространстве школы, для него моделируют, скажем, такой же школьный день, смотрят, как он за собой ухаживает, как он коммуницирует с другими, как он, допустим, заправляет постель. Рядом с ним находится человек, который пошагово, да, там, еще раз приспосабливает его к жизни. Иногда они живут вчетвером, в пятером, допустим, как в общежитии, да. Опять же к ним представлен человек. Если кто-то более продвинутый, у него есть рядышком там, опять, не знаю, тьютер, нет-ютер, социальный работник помогает ему счета оплачивать. Ну, я не знаю, еще какие-то варианты. Вот что-то подобное есть у нас? Вот насколько хорошо, вот мы тут сейчас поговорили с вами, позаботились о нем в рамках школы. И верим мы, что, может быть, все-таки когда-то идеалы инклюзивного образования мы достигнем, или правильно в этой системе расположим специальную коррекционную школу. А дальше-то что? Если вы позволите, я хочу вам сказать, что вот выпускники нашей школы, они в свое время сто процентов шли в колледжи. В колледжи разные. Ну, колледжи раньше были техникумы и ПТУ. Знаете, кто-то шел в техникум, кто-то шел в ПТУ. На сегодняшний день достаточно сложно это будет сделать, потому что все, что касается колледжей, вы знаете, в большинстве случаев это платно. Причем платно это достаточно дорого. Колледжи дорого, да. Если это не бывшее профтехучилище. Но не все хотят быть цветоводами, не все хотят быть озеленителями. Есть усилия, которых можно направить в сферу обслуживания, например, или в какую-то сферу искусства расписывать. И вот мы теперь стали перед дилеммой. Как быть? Если этих детей отправлять дальше в вечернюю школу, 9-й, 10-й, 11-й класс, вернее, 10-й, 11-й класс, и потом их отправить в бакалавриат высшей школы, они не готовы. Они не готовы там учиться. Они не могут. А вот образование колледжное, да. Но дело в том, что оно сегодня очень дорого. На самом деле, недавно у меня был такой случай. Пришла ко мне женщина с двумя детками. Я смотрю, думаю, наш человек, на мамочку смотрю, наш человек. Посмотрели мы детей ее, и потом она в конце уже уходя говорит, «А вы меня не помните?» Я говорю, нет, не помню. А я говорю, Катя, я ваша воспитанница. Сейчас Катя парикмахером работает, мужским мастером, семья и так далее. Но она прошла вот это обучение тогда, когда это было все бесплатно. Мизажист, парикмахер и так далее. Как вот сейчас с этим, вы знаете, что профессиональное образование сокращается так же стремительно. И те островки, которые остаются, они очень дорогие. Такая семья не всегда может оплатить обучение ребенка. Это большая проблема на сегодняшний день. А что мы теряем от недопрофессионализации этих детей, это чистые деньги государства в будущем. Конечно. Это очень важная тема, потому что реально, если мы не даем возможность каждому человеку с особенностями занять полноценное место в обществе, то забота о нем автоматически ложится на плечи. За что боролись, как говорится, все эти годы школьного обучения? Инклюзивного или неинклюзивного? В конце концов, какая разница? Мы ведь ориентируем, когда мы их учим в школе, мы их ориентируем на то, что они должны стремиться получить профессию, стать полноценными членами общества, хорошо работать. И в результате я сама проводила такие исследования, такие небольшие, со студентами, со своими. В результате очень большое разочарование, потому что я не беру самых тяжелых, это отдельный разговор. А вот те, которые выпускники наших школ, так называемое цензовое образование, сейчас нет такого понятия. Кто-то остается за бортом после школы, кто-то среднее специальное получает образование, кто-то вузовское образование, но подавляющее большинство после вузовского образования тоже остается за бортом. Потому что система трудоустройства у нас не сформирована даже для тех, кто образование получил. И сейчас очень много дешевые рабочие силы, которые они требуют приспособленных рабочих мест, льгот и так далее. То, что для наших детей нужно. И самая печальная судьба у детей с тяжелыми нарушениями, те, которые не могут овладеть такой профессией, которая может быть востребована на рынке труда, которые только, может быть, какие-то сувениры могут делать. Их занятость тоже не обеспечена. У нас нет центров сопровождения юношества, молодежи и так далее, где бы они могли встречаться, общаться, участвовать в какой-то социальной жизни. Ну и, может быть, выполнять какое-то изготовление сувениров, я не знаю, вязание цветов и прочее. Опять же, у нас нет того, что за рубежом широко принято. Это же все может продаваться на аукционах, благотворительных ярмарках. И вырученные средства могут вкладываться в развитие, опять же, этого центра. Хотя бы не зарплата, я не знаю, какие-то дополнительные вещи. Вот это вот все еще надо выстраивать. Причем это не сегодня этот вопрос поднялся. Помнится мне, что принимала я участие, писали доклад Владимиру Владимировичу Путину о положении молодежи в России. Это, по-моему, был 2000 год, наверное. Ох! И, в общем, за это время не только не стало лучше, такое ощущение, что стало даже хуже. А в результате получается, что колоссальные усилия, которые мы вкладываем в образование, инклюзивное или специальное, неважно, эти колоссальные усилия разбиваются в то, что человек не становится работником. Да, выйдя из школы. Но кроме этого он испытывает тяжелейшее психологическое потрясение. Потому что чем дальше от окончания школы, тем больше он убеждается в том, что он не включен в жизнь, в том, что он, в общем, как бы не востребован, не выполнил те задачи, которые перед ним в школе ставились. Отсюда депрессивное настроение, мысли о том, зачем жить и прочее, прочее, прочее. Поэтому даже я, вот, например, я сторонник расширения непрерывного образования. Ну, не можем мы в обучениях местами обеспечить. Пусть учатся дистанционно, недистанционно, как только можно. Пять образований, шесть образований, дистанционное образование недорогое. Вот те же самые опорники. Да, ну, и пусть учатся, потому что все равно, как бы, да, вот личность нуждается в самореализации, личность нуждается в определении каких-то целей, и пусть это будет, хотя бы это пусть сохранится. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Большинство свидетельств и комментариев говорят о том, что на сегодняшний день у инклюзивного и коррекционного образования два главных врага. Это недостаточное финансирование и отсутствие системной работы. Остается надеяться, что сам тренд на максимальную социализацию особенных детей сохранится, политика государства в этой области не изменится, а мы с вами станем более гуманными. Удачи вам и до встречи в городском университете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова